Когда бюджет на покупку машины совсем небольшой, например, до 100 тысяч рублей, выбор подержанных автомобилей у вас невелик. Например, вы можете предпочесть что-то подержанное из российского автопрома, либо, опять же, сильно старый корейский автомобиль с пробегом. Но я бы пошла по совсем другому пути, потратила бы время и поискала что-то из старой японской классики. Например, вот такой вариант Toyota Karina E 1992 года с пробегом 250 тысяч километров. Она вполне подойдет. Пятое поколение модели было выпущено в 1992 году. Если говорить о Карине в общих чертах, то изначально это была машина со спортивным имиджем. Однако с выпуском в 80-х годах модели Karina E.D. он поменялся на имидж роскошного люксового автомобиля. Через месяц после выхода модели в Японии прошла премьера европейской версии. Karina E или, если читать по-английски, Karina E. Ее собирали в Великобритании в кузовах седан и хэтчбет. В ноябре 1992 года в Японии появился универсал на базе Carona. Эта модификация носила имя Toyota Caldino. А в марте 1993 года состоялась и европейская премьера универсала. Европейские и японские модели внешне можно отличить по несколько иным бамперам, решетке-радиаторе и дверным ручкам, окрашенным в цвет кузова. Существуют модификации, оснащенные полным приводом, но подавляющее количество машин на вторичном рынке все же с передним приводом. С февраля 1995 года в серийном оснащении Karina E появилась подушка безопасности для водителя. С марта 1995 года модель комплектовали новым двигателем объемом 1,6 мощностью 99 лошадиных сил вместо прежнего такого же объема мощностью 107 лошадей. Также появился двухлитровый двигатель с турбонаддувом мощностью 175 лошадей. С 1996 года покупателям был предложен новый двухлитровый дизель мощностью 83 лошадиные силы. В это же время подушка безопасности для переднего пассажира стала устанавливаться серийно. Логическим продолжением Karina E стала новая модель Avensis, которая пришла на смену в январе 1998 года. В последнем году выпуска существовали юбилейные, последние машины в комплектации Limited, очень богатые для данного класса. В нее входили все предполагаемые опции, включая обивку с той эквелюром, электронную панель приборов типа Optitron, спойлер багажника, автоматический свет, ионизатор, подогрев дворников и зеркал, обивки капота и багажника, хромированные элементы, утеплитель боковых крыльев и подсветка салона в ногах переднего пассажира и водителя, а также подсветка бардачка. Двигатель 1.6 исполнялся в трех вариантах. С катализатором, без, и с системой изменения геометрии впускного коллектора. Мощность этих моторов также была разная. Она варьировалась от 99 лошадиных сил до 107. Самыми слабыми моторами в таком преклонном возрасте стоит быть аккуратными, потому что зачастую собственники из-за недостаточной мощности у автомобиля часто раскручивали мотор, и его ресурс, конечно же, изнашивался быстрее. Двигатель 1.8 может выдавать все те же 107 лошадиных сил, как и топовый мотор 1.6. Кстати, после снятия этого автомобиля с производства, 1.8 перекочевал на «Авенсис». А вот самым удачным и надежным силовым агрегатом здесь считают двухлитровый мотор 133 лошадиные силы. Единственный его нюанс – он расположен очень необычно, наклонно под капотом. Из-за этого он обладает повышенной шумностью. Вообще эти моторы – миллионники. Но со временем они, конечно, начинают поджирать масло. Поджирают не очень сильно. На пару тысяч уходит вплоть до литра. Причем в случае, если пытаться эту проблему устранить, моторы старые, нужно его разбирать, и тогда уж полностью менять все прокладки, поршни, кольца, сальники. И большинство людей просто предпочитают не вкладываться, а ездить и доливать потихонечку масло. Но даже если вы идете по такому пути, постоянный долив масла не означает, что его не нужно менять. Раз в 10 тысяч этот мотор требует внимания. Меняйте масло и фильтры. Кстати, на европейских машинах есть датчик уровня масла, а вот на японских его нет. И леечка у вас не загорится, просто регулярно проверяйте уровень. Раз в 50-60 тысяч километров пробега проверяйте состояние ремня газораспределительного механизма. В принципе, в случае его обрыва критической проблемы произойти не должно. Я ни разу не встречала, чтобы происходила у этого мотора встреча клапанов с поршнями. Но, конечно, доводить до этого не стоит. Много проблем здесь связано с отсутствием толковой защиты моторного отсека. Вся пыль и грязь легко сюда попадают. Например, зимой из-за попадания снега может быть оборван ремень гидроусилителя. А летом из-за попадания камушков ровно на ремень с внутренней стороны он может быть тоже оборван. Кстати, та же ситуация может быть и с ремнем генератора. А вот когда вы меняете ремень газораспределительного механизма, не забудьте поменять и помпу тоже, потому что в дальнейшем она может подклинивать и порвать вам новый ремень. Коробки передач у нашего автомобиля две. Это пятиступенчатая механическая и четырехступенчатая автоматическая. Причем обе коробки простейшей конструкции. Машины с автоматической коробкой можно брать легко. Автомат здесь ходит тысячу по пятьсот как минимум. Причем, если говорить, к примеру, о простоте конструкции, то, например, вместо фильтра здесь стоит обычная металлическая сеточка. Механику тоже бояться не стоит. Это простейший агрегат. Он хорошо известен и по другим моделям. Ставится много где. И механики прекрасно знают, как разбираться с этой коробкой. Что касается замены масла, она нужна обязательно раз в 50 тысяч и на автомате, и на механике. Одной из болезней является выход из строя водительского стеклоподъемника. Попросту обрывается тросик. По электрике слабые места – это блок предохранителей под капотом и провода, которые к нему идут. Подкапотное пространство, как я уже говорила, плохо защищено. Там много влаги и грязи. По той же причине могут, например, начать отказывать стеклоочистители, моторчик печки или, например, машина начинает плохо заводиться. Там же стоит реле на свет, и он может неожиданно потухнуть. Поэтому регулярно следите за состоянием проводки под капотом. Некоторые карины шли с кондиционером. Система заправки кондиционера здесь очень простая, и тоже она хорошо известна механикам. Заправлять его нужно раз в 3-4 года. Подвеска здесь тоже простейшая. Впереди Макферсон. Сзади могут быть и многорычажка, и балка. При этом задние тормоза также бывают и дисковыми, и барабанными. Карданчик рулевого управления, который расположен вот там, в глубине, здесь подвержен всем ветрам, у него нет никакой защиты. Поэтому иногда при езде у вас возникает ощущение, что роль как будто бы закусывает. Правда, не сильно, то есть на управление это серьезно не влияет. Далее, обратившись в сервис, вам, скорее всего, приговорят рулевую рейку, что будет критически неправильно и дорого. Кстати говоря, многие собственники сюда пытаются приладить карданчик от ВАЗ-2105, а сверху чехол от АКИ. Но сам он стоит меньше 100 долларов, поэтому вряд ли стоит делать такие серьезные инсинуации. В остальном больных мест по подвеске здесь практически нет. Ну, втулки стабилизатора поперечной устойчивости меняются раз 40-50 тысяч километров пробега. Ну, это тоже зависит от манеры езды владельца. Ресурс подвески, кстати, очень сильно зависит от того, какие детали вы будете использовать. Вариаций поставщиков на эту машину очень много. Соответственно, вы можете выбрать самые дешевые запчасти, но и ходить они будут в разы меньше. Что же касается самой подвески, да, она шумная, да, она не очень комфортная, зато она очень надежная. Ну, и стандартные проблемы, просто связанные с возрастом машины. Закисание болтов, например. То есть перед тем, как разбирать какие-то элементы подвески, нужно заранее обработать специальными жидкостями все болты. И если говорить о барабанных тормозах, то они тоже требуют некоторого обслуживания. Тросики, например, нужно регулярно смазывать. На краш-тесте, проведенном в 93-м году, Toyota Corona, являющаяся двойником Carina E, оснащенная подушкой безопасности водителя, показала результат, соответствующий примерно трём звёздам по нынешней шкале оценок. Но стоит учесть, что в те годы удар проводился на скорости 56 км в час. И был он только лобовым, без перекрытия. Сегодня же краш-тесты проводят на скорости 64 км в час с перекрытием в 40%. Кузов нашей машины в неплохом состоянии по сравнению с тем, какими они вообще бывают. Но, правда, на больном месте, на колёсных арках, ржавчины и вспученности немного есть. Что же касается цен, эти машины сейчас стоят где-то от 100 тысяч рублей. Правда, их можно встретить и по 200 тысяч. Для любителей настоящей японской классики остались экземпляры в хорошем состоянии. Но стоить они как раз-таки будут 1200. В случае угонов нашей машины уникально редки. Запчастей достаточно, как это ни удивительно. Дело в том, что у нашей машины есть близнец. Правда, с правым рулём Toyota Corona. А большинство запчастей здесь идентичны. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин